В прошлой серии мы с тобой узнали, что на ферме крадут овец. Вот мы и поехали с тобой на пляж, чтобы выяснить, кто это и зачем они их крадут. С погодой нам, как обычно, не подфартило. Идёт сильнейший ливень. Так, стопэ. Я, кажется, заметил какую-то интересную живность. Кто это? Это же лиса. Интересный экземплер. Надо бы зафоткать. Какая милота, ты посмотри. Краб мажет нам своей клешнёй. А вот те самые злые дни, которые таскают с фермы овец. Я даже, если честно, не удивлён. Понятное дело, что овец этих они зажаривают. Вон мы уже одну видим там на вертеле. Снимочек на память. Ребята, я здесь. Бомбочки, отверните, пожалуйста. Мощная сальтуха от бога, блин. Сейчас мы ему в рыло ещё пару стрел выпустим. Последний. Отлично. О, иго-го, брод, и как всегда вовремя. Попробуем с конягулу надавать лещи этим свинотам. Отхвати! Азаза, я на коне. Всем беды. Хе, ты тоже получай по лещам. Смотри, какое у него острое копьё. По-моему, он в бешенстве. Надо тоже достать своё копьё. И попробуем их насадить на шашлик. Сегодня будет вечером шашлик. И свинины. Эй, шашлик, вставай, а то простудишься. Ладно, всё. Хорош унижать свинот на конягуле. Пойду так. Твою ж налево! Я из-за него израсходовал свою фею-воскрешательницу. Блин. Она у меня одна единственная была. Так, значит, надо подкрепиться с рожняк. У нас одно сердечко. Закидываем в ротовое отверстие сырые грибы. Главное потом добежать до туалета. Встаю. Сейчас, сейчас, сейчас встаю. Ещё чуть-чуть полежу и встаю. Так. Ну чё, по одному давайте. Чуть косю. Капец, и лук сломался. Фартовый день, слушай. Чувствую, что сегодня я овец не спасу. Ещё и щитов нет. Подготовка к миссии 80-го уровня просто. О, нифига себе, там и здоровяк бегает с ними. Я его даже не заметил. Парни, подождите, я ещё не закончил. Хорош дудеть. Прямо чётенько в пупочек залетели. А-за-за. Какой странный свинь. Почему он сразу ко мне не побежал? Нет, надо было через пляж, через водичку, так ножички помочить. А я, как настоящий косорылый пацан, бросил бомбу вообще не в ту сторону. Так, ладно, попробуем заманить его на бомбочку. А-а-а, блин, она к коню. Блин, нет, только не конь. Ты чё, рыло, моего коня трогаешь? Коня гула, легнул бы его копытом. Блин, конь ещё и бомбу откатил. А-а-а-ай. Всё не по плану. Фига себе ты прочный. Ещё один лук отправился на мусорку. Ладно, свинот, я понял. Лук против тебя бесполезен. Потанцуем с тобой самбу. А-а-а, так вот. О, место для клизмы нашёл. Капец ты толстокожий. Сколько тебя валить можно? Боевое копьё почти сломано. Ничего страшного, мы тут отбили новое крепкое зав... Чего? Заврокопьё. Ну и название. Осталось вроде бы ещё четверо похитителей овец. Ща мы с тобой аккуратненько подойдём. И намотим бомболилу. Лови бомбу! Упс, всех согрел. Парни, я ж пошутил! Это шутка была! Надо валить отсюда. Валим! Бежим скорее! Ай-яй-яй! Это близко было. Ау! Больно же! Блин, как же плохо без брони. Обязательно, когда приеду в следующий раз в город, куплю тебе доспехи. Так. Здесь должно быть безопасно. Ну чё, парни, давайте по одному. Поиграем в царь горы. Кто меня оттуда скинет, тот и будет царём. Вот этот бугай прёт. Ты чё, губы покрасил? У тебя губы фиолетовые? И носопырка зелёная, ну отвали от меня! Извращенец! Свали! А он не такой уж и крепкий, почти его уничтожил. Он исчез! Умная свиноца, однако. Я сказал ему свали, и он свалил. А может быть он в стелс ушёл? Так, кто это там дудит? Ещё две свиньи остались. А, вон он, он вернулся на базу. Здоровяк-то этот. Короче, я на этой вылазке всё оружие себе поломал. Капец был. Овцы, нынче дорого обходятся! Ну чё, ну чё, чё, чем вас дубасить? Факелом, что ли? О, дубинка буговлинская. Получай! Минус один. Между прочим, в комментариях писали, давай драку, давай битву. Вот вам будет долительная битва. Бугоблинская дубина сломалась. Меня чуть не захавал этот огромный свинь. Ну чутка, чутка осталось его до... Он меня рылом быднул. Сейчас захаваем. Вставай, вставай, Линк, вставай, хватит валяться. Чуть-чуть осталось. Может, в него пульнуть луком? Нужен всего лишь один меткий выстрел. Ну ладно, не один. Готов, кабанище. Знал бы ты, сколько я съел сейчас яблок, грибов и блюд, а также переломал оружие. Я, наверное, за всю игру столько не ел. Я не ломал пушки свои. Надеюсь, хоть в сундуке что-нибудь там полезное попадётся. Ух ты, рубин. Надеюсь, он дорогой. Продам на рынке. Куплю себе бараню. Где там наши овцы? Вот они, красавцы. Так, а ну-ка ишь домой. Ага, попробуй ещё их сталкнись с места. Зашуганные стоят. Короче, поехали к владельцу. Скажем, что мы героически здесь всех победили. И пусть он забирает своих овец. Не боись, я всегда так девчонкам подкатываю. Короче, слушай. Овцы, как-то спокойнее стали. Неужели они чувствуют себя в безопасности? Извини, я опять о своём. Ты случайно не разобрался с теми монстрами? Ну а кто ж ещё, как не я? Вот оно что, я по овцам всё поняла. В общем, ну, спасибо. Позвольте тебя отблагодарить. Молоко? Десять банок? Надеюсь, это не овечье молоко. Теперь я могу спать спокойно по ночам. Ещё раз спасибо большое. Если будет минутка, я с радостью с тобой поболтаю. Овцы крады. Выполнено. Слушай, ну прикольно. Мне понравилось помогать жителям. Они тебе всякие плюшечки дают. Короче, всё. Сегодня весь день помогаю жителям деревни. Зельда и так сто лет ждала, и ещё немного подожид. Не беда. Но прежде, чтобы выглядеть как настоящий герой перед глазами жителей, нужно прикупить себе броню. Конечно же, возьму себе тяжёлое что-нибудь. Вот, например, вот такое. Прямо такие доспехи. Каска, конечно, не очень. Я бы оставил свою мантию с капюшоном. Короче, решено. Покупаю эти доспехи. Правда, денег у меня нема. Надо чё-нибудь продать. Добро пожаловать. В нашем магазине есть и одежда, и доспехи. Чем могу помочь? У меня вопрос. Почему вы в углу стоите? А, почему я в углу? Разве меня плохо видно? Прошу прощения, но это моё рабочее место. Чем ещё могу помочь? Ну, вообще, я хотел бы кое-что продать. Секундочку. Спасибо, что подождали. Что вы продаёте? Показывайте. Значит, продаю янтарь. Шесть штук. Значит, шесть штук. Как насчёт 180 рупий? Неплохо, продаём. Наконец-то мои первые доспехи. А ещё меня раздражает, что вот эта девчонка, она говорит, секундочку, типа у меня сейчас в мозгу там всё переварится, и только после этого я могу у неё что-то купить или что-то ей продать. В общем, я купил штанцы и нагрудники. На шлем у меня просто денег не хватило, ну и он какой-то стрёмный. Я не хочу его покупать пока что. Так что, пойдём на улицу и приоденемся. О, мой бог! Да я вообще теперь красавчик. Настоящий герой. Правда, мышц теперь моих мускулистых не видно. Всё доспяхами скрыт. Ну, ничего, не беда. Конечно же, конечно, нужно замутить новый селфачок в моём наряде. На фоне конягулы. О, и ребёнок попал. Отлично. Настоящий герой. Конечно же, надо позу принять. Забыл про позу. Вот. Можно отправлять для печати в газету. Интересно, у них тут есть газеты? Итак, кому здесь нужна моя помощь? О, парни же стоит пухлый. Путешествуешь? А в нашу гостиницу уже заходил? Заходил. Ах, вот как. Ты случайно не собираешься у нас остаться жить? Да нет. Это хорошо. В последнее время у нас тут тихо. Но мир, говорят, по-прежнему полон опасностей. Поэтому я и слежу, чтобы всякие красавчики не приставали к Приме. Ой, в смысле, я слежу, чтобы всякие чужаки не нарушали у нас порядок. Красавчики, ты о чём? Да, такие, как ты, например. Слушай, ты знаком с Примой? Не вздумай к ней приставать. Примонька моя ненаглядная. Что же ей подарить-то? Как думаешь, что ей подарить? Это я не для себя спрашиваю. У меня друг в неё влюблён. Я бы сам к ней зашёл в гостиницу спросить. Да времени совсем нет. Желание любимой. О, как. У меня чё, дел, что ли, нет? Любовные истории им тут мудрить. Капец. Зря доспехи покупал. Ладно, сам вызвался весь день помогать. Пойдём потрендим с этой Примой. Красавицы. Добро пожаловать. Здрасте, я ваш папа. Я тут кое-что спросить у тебя хочу. Обычная кровать стоит 20 рупий, а чтобы отдохнуть и телом, и душой, есть мягкая кровать за 40 рупий. А, поболтать? Как насчёт поговорить? Ладно, давай, короче, мне обычную койку за 20 рупий. Может быть, ты после этого со мной поболтаешь, как я у тебя что-нибудь куплю? Всё, я выспался. Пойдём теперь трендеть с этой девчонкой, но на самом деле я не понимаю. Вот как она мне скажет, чего она хочет для подарка, если я незнакомый для неё человек? Мадам, вы готовы со мной потрендить? Она не хочет со мной трендить, ты прикинь. Из-за стойки вышел быстро. Ну-ка, а теперь ты со мной будешь болтать или нет? Слушаю, чем могу помочь? Во! Чё ты любишь? Рассказывай давай мне. Зачем он спрашивает? Лучше совру что-нибудь. Эм, я люблю... Сверчков. Да, точно. Всегда мечтала, чтобы у меня было целых 100 бородатых сверчков. Неужели он поверит? Всё, я выяснил. Моё дело выяснить. А чё там будет этот пухляш делать, это его дело. Эй, пухлый. Есть вопрос? Я поговорил с той девчонкой. А, ты спросил у Примы, что ей нравится? Спокойно, Мэнни. Дыши глубже, иначе он поймёт, что ты влюблён в Приму. Меня друг просил узнать. Ну так что ей нравится? Короче, ей нравятся сверчки. Бородатые такие. Она любит бородатых сверчков и хочет, чтобы у неё их было 100? Надо же! Прима такая загадочная, и это делает её ещё очаровательнее. Ну, так мой друг, по крайней мере, говорил. Ах, блин, волнуюсь. Хм, наловить целую сотню бородатых сверчков будет непросто. Наверняка у тебя большой опыт в этом деле, я прав? Поймай хотя бы десяток. Я в долгу не останусь. То есть, мой друг в долгу не останется. А чешуенно. На что я вообще подписался? Это ж капец. Пойдём-ка с Примкой поболтаем, может быть она чё другого хочет. Но десяток этих бородатых кузнецов ловить, это бред полный. Расскажи мне о своём идеале. Вот ведь пристал. Я хочу, чтобы мой будущий муж был терпеливым. И чтобы это было не Мэнни. Опачки. Кажется, Мэнни обломался. Но Мэнни это тот пухляш, который нас попросил поймать этих бородатых кузнецов. В общем, ладно, есть одна идейка. У меня один бородатый сверчок есть в сумке. Мы сейчас его выкинем. И быстренько сфоткаем. Так, так, так. Иди. Стой, стой, подожди. А, он улетел. Вот я наивный. Единственный этот сверчок, который у меня был, и то просрал. Хотел вас фоткать, потом заставить сканер искать таких сверчков. Ну, как с грибами в прошлой серии. Ну, ты помнишь, да? На кой чёрт я бегу на поляну? Вот зачем? Я же знаю, что я не поймаю этих сверчков. К тому же у меня нет меча, чтобы косить траву. А без этого я их точно не поймаю. Ладно, всё. Пора валить с этой деревни. Поехали в другую. Привет, дедуль. Нужна помощь. А, это ты. Я тут кое-что разведал. И, кажется, теперь знаю, где находится родник большой феи. Но туда сложно добраться. Мне бы хоть бы на картинке увидеть его. Короче, я решил помочь дедуле. Мы пошли с ним в поход. Он мне сейчас должен показать примерное местоположение этого родника. Блин, дед, какой же ты долг, а? Дедуля, я тебя уже на второй круг обгоняю. Так. Дед, ты чё застрял? Ну вот. Устал, дедуль. Ну и чё мне с тобой делать? Мы даже от деревни не отбежали. Всё. Я больше не могу. Устал. Иди без меня. Родник большой феи должен быть за святилищем. Так мне сказали. Ох, Баку колет. Если найдёшь родник, не забудь запечатлеть его на картинке. Да уж. Мог бы и в деревне остаться. Я бы сам всё сделал. Опаньки. Смотри, кто это у нас. Это Заяцова. В прошлый раз из любопытства мы такого упустили. Короче, чем больше в него стрельнешь, тем больше рупий получишь. Ого. Кажется, это место родника. Именно сюда дед хотел прийти. Ну давай зафоткаем. Смотри, сколько здесь маленьких фей летает. Надо хотя бы одну поймать. Это сложно. Нет, кажется, я не поймаю здесь ни одну фею. Потому что я косорылый пацан. Ладно, давай поднимемся сюда. Посмотрим, что будет. Осмотреть. Эй. Юноша. Прошу, выслушай меня. Слушаю. Я большая фея Катера. Некогда это место было прекрасным родником. Но со временем мне стали приносить все меньше рупий. И я потеряла свою силу. Теперь я беспомощна. Помоги мне хотя бы. Ну может быть, сто рупий мне дашь, а? Вновь обретя свою силу, я смогла бы тебе помочь. Вот это подкат. Сто рупий выложи и дай. Ну что, есть у тебя деньги. Давай скорее. С тебя сто рупий. Хе. А у меня всего девяносто восемь рупий. Два рупий не хватает. Так что нет денег. Очень жаль. Ладенько, пойдем-ка вернемся в деревню, продадим какие-нибудь вещички и вернемся. А, снова ты. Деньги принес? Давай скорее. С тебя сто рупий. Вот, возьми. Фига она дерзкая. Спасибо. Ты меня очень выручил. Ах, моя сила. Она возвращается. Фига ж тебе, фея. На русалку больше похоже. Огроменную русалку. Прекрасное ощущение. Давно не дышала свежим воздухом. Благодаря тебе ко мне вернулась сила. Спасибо. Как же тебя отблагодарить? Придумала. Я могу улучшить твои вещи. Причем бесплатно. Для улучшения нужны только определенные материалы. Ну что, попробуем? Сейчас моей силы хватит на то, чтобы сделать твои вещи лишь чуть-чуть лучше. Ну давай пробнем, че бы нет. Что нужно улучшить? Ооо, ну давай попробуем капюшон. Приступаю. Хайлийский капюшон улучшен с трех брони до пяти. Готово. Знаешь, некоторые вещи после улучшения могут наделять тебя особыми силами. Только для этого нужно надеть полный комплект. Хочешь улучшить что-нибудь еще? Конечно хочу. Блин, все-таки для моих доспех придется купить себе каску, чтобы улучшить все и получить какой-то бонус. Хайлийские поножи улучшены с четырех до семи брони. Хайлийские доспехи с четырех до семи. Ну, в принципе, я все. Уходишь? Я снова остаюсь одна. До встречи. Пока. Мощная пампуха. Так, чуть не забыл для дедули сделать снимок. Снимок родника он же просил. Ну, вот сейчас и сделаем. Дед, наверное, обрадуется. Капец как. Интересно, что он мне за это даст? И даст ли вообще? Эй, дедуля. Я нашел родник. Окутанный тайный родник большой феи? Нашел? Прикольно. Правда, что ли? А картинка есть? Показывай скорее. Вот, смотри. Вот так вот он выглядит. Ого. Это и есть родник большой феи? Он, конечно, красивый, но я его себе иначе представлял. Более изящным и загадочным, что ли? Эх, ладно, спасибо, что показал. Хочу тебя отблагодарить, но не знаю как. Придумал. Может быть, ты тоже ищешь какие-то особенные места? Тогда спроси меня. Я Хэрилл знаю, как свои пять пальцев. Слушай, у меня тут в телефоне есть фотки, где вот эта вот арка находится. Большие ворота, а за ними заснеженная гора. Я знаю это место. Гора Лайнейру. Она к востоку от деревни, огромная, покрытая снегом. Ворота находятся у подножья горы Лайнейру, в западной части снежной лощины Нейдры. Хорошо, что узнал это место. Надеюсь, это поможет тебе. Я тоже надеюсь. Ладно, фиг с ним. Ничего такого интересного не дал, зато родник показал где. А это многого стоит. Раз уж мы в этой деревне, предлагай сбежать к бабушке Импи. Слышал, опора заставила тебя побегать. Но ты справился с ее задачами. Дорога к Зельде выполнена. Ну-ка, покажи. А, я ей сейчас покажу свой камень Шика, где есть фотки. А, это должно быть фотографии, которые сделала принцесса Зельда сто лет назад. И, чего мне с ними делать? Возможно, если найдешь места с фотографией, ты что-нибудь вспомнишь. Навести меня, когда побываешь хотя бы в одном из этих мест. У меня для тебя кое-что есть. Фотографии на память. Новая цель. Хоть ты и не помнишь, но Ганнон уже победил тебя однажды. Ты должен как следует подготовиться. Ладно, бабуль, подготовлюсь. Давай лучше с тобой салфачок на память замутим. Так. Вот так, отлично. Там, правда, чья-то пупенция вон слева торчит. Ну ладно, не страшно. Фото же на память. Субтитры сделал DimaTorzok